Этот рецепт пригодится вам если в холодильнике пусто, а хочется чего-нибудь вкусного к чаю, ведь готовить мы будем на воде, без лиц и сливочного масла, еще такой хворост можно готовить во время поста. Это вкусное хрустящее лакомство наверняка знакомо всем, но не все знает, что приготовить хворост можно практически из ничего, в этом рецепте я расскажу и покажу, как приготовить хрустящий хворост на воде и без лиц, не верите, что так можно, а вы попробуйте. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Просеиваем в миску муку, добавляем соль и сахар, добавим разрыхлитель и перемешаем. Водку выливаем в воду, получившийся раствор добавляем к мяуке. И замешиваем гладкое тесто, которое не должно липнуть к рукам, тесто получится вот такой маленький колобок. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Оставим тесто минут на 10-15 в пакете, пусть отдохнет, а затем как можно тоньше раскатаем в пласт, у меня получился почти круг диаметром около 40 см. Нарезаем на небольшие прямоугольники с прорезью посредине. И теперь каждый прямоугольник превращаем в будущий хворост, протягиваем один уголок в прорезь и слегка растягиваем. Хорошо нагреваем растительное масло на огне чуть больше среднего, опускаем в него хворост. И обжариваем до красивого золотистого цвета, жарится хворост очень быстро, так что не отвлекайтесь. Обжаренный хворост выкладываем на бумажные полотенца. Когда он остынет, посыпаем его сахарной пудрой, и можно наслаждаться. Жду ваших лайков и комментариев. Необходимые ингредиенты. Мюка пшеничная, 130 грамм, 1 стакан, вода, 50 мл, водка, 1 чайная ложка, сахар, 2-3 чайных ложки, соль, 1 щепотка, разрыхлитель, 4 чайных ложки, сахарная пудра, 1 столовая ложка, растительное масло, 300 мл, количество порций, 1. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok